Друзья, всем привет! Вы на моем канале о часах Филтайм. С вами, как всегда, Станислав. И сегодня посмотрим с вами сразу три новинки от бренда Spinnaker. Сделаю акцент на том, что две из показанных моделей будут буквально новинки, а одна просто в цвете, которого еще никогда не было в моем магазине. Вот с нее, как с затравки, мы и начнем. Это старая добрая модель Spinnaker Bredner в стилистике часов Super Compressor, когда безель находится под стеклом и регулируется отдельно выведенной кнопочкой правой верхней части корпуса. В мой магазин Филтайм впервые приехала версия в черном корпусе и с темно-зеленым циферблатом. А вообще есть разные версии этой модели, в том числе на браслете с рисовыми зернами. Все-таки цвет очень влияет на ощущения от часов. Я бы сказал, что для меня они скорее милитари, хотя по сути это повседневные ретродайверы. Корпус крупный, но часы отлично сидят на моей небольшой руке 18 см в обхвате. По размерам заявлено 42 мм, от ушка до ушка 50 мм, толщина 15 мм и вес 96 грамм. Корпус из нержавеющей стали 316L с черным PVD покрытием, по отделке полностью сатинирование. Качество отделки мне нравится. Кнопки с зеркальной полировкой, что дает больше объема. Задняя крышка часов без напыления, что также вполне хорошо смотрится. Через прозрачное стекло можем видеть ожидаемый для такой цены японский механизм Seiko NH35A. У него 42 часа запас хода, есть стоп-секунда, ручной завод и работает он на частоте 21600 полуколебаний в час. Погрешность по паспорту 20-40 секунд в сутки, но на деле обычно всегда намного лучше. На самом деле абсолютно беспроблемный и простой в обслуживании механизм, на который всегда есть нужные детали. По характеристикам купольный сапфир с антибликовым покрытием, который является продолжением ранта. Водозащита здесь 150 метров, нижняя кнопка завинчивается для лучшей герметичности, в часах можно погружаться. Ремешок из натуральной кожи, на нем с обратной стороны тиснением указано, что кожа устойчива к воде. Цвет зеленоватый, классно сочетается с циферблатом, качество изготовления мне нравится. Ну и конечно же посмотрим циферблат, смотрится очень круто и объемно. Основная пластина в нежном зеленом цвете, метки часов накладные, как и логотип Spinnaker. Дата у отметки 3 часов на черной подложке, чтобы не отвлекать внимание. Над основной пластиной немного возвышается минутная разметка на серебристой пластине, а за ней уже идет 3D безель. Стрелки брутальной формы, секундная с оранжевым акцентом. И давайте посмотрим на швейцарскую суперлюминова. Цена в моем интернет-магазине FeelTime в Украине на сегодня 13500 гривен. Честно говоря, за очень бюджетный прайс очень достойно сделанные часы. И классно смотрятся, и классно сделаны. Характеристики отличные, однозначно, эмоционально они дают больше, чем стоят. Следующая модель у нас как раз новинка из коллекции Spinnaker Hull, выпущенная ограниченным тиражом 300 часов в мире. И здесь я хотел бы показать вам комплектацию. Внешняя коробка вот в таких приятных, я бы сказал, морских тонах. Внутри идет основная коробочка. Верхняя часть темно-синего цвета, нижняя черного. И внутри вот такие яркие оранжевые цвета. Помимо часов будет документация. Подробная инструкция, гарантийная карточка и сертификат с лимитированным номером нашей модели. Вы знаете, я не очень люблю перламутровые циферблаты, но в этой модели смотрится прям очень классно. Очень красиво переливается. И если честно, не хочется отрывать взгляд. Однозначно фотография этих часов не подчеркивает, насколько здорово выглядит циферблат в реальности. Сама же модель в плане дизайна абсолютно ничем не отличается от предыдущих поколений Spinnaker Hull. Разница как раз только в цвете циферблата. С другой стороны, тоже приятно. Часы в цене как старые, не лимитированные версии, но при этом ограниченный тираж и упаковка будет поярче. Если бы Spinnaker просили за это дополнительные деньги, тогда, конечно, были бы вопросы. А так, я считаю, отлично. Мне очень нравится, как геометрически построен корпус часов из нержавеющей стали 316L. Ретро-форма подушки. Корпус достаточно сложный. Бока с зеркальной полировкой. Причем качество такое, что я отражаюсь в поверхности, как в зеркале. Верхняя часть с сатинированием. Качество отделки также нравится. Головка удобная, с защитными наплывами, с PVD-покрытием под золото, как и некоторые части безеля. Я не любитель желтого золота, но в этой модели оно смотрится гармонично. Безель с керамической вставкой синего цвета. Я бы сказал, что безель идеальный. Обработка по краям отличная. Никаких намеков на остроту. Хват крайне удобный. Вращение на 120 кликов против часовой стрелки. И вращается безель очень уверенно. Никаких люфтов. И сделан он действительно круто. Задняя крышка часов с неглубоким, но приятным гравированием бренда, коллекции, характеристик и лимитированного номера модели. Что у нас по характеристикам? Немного выпуклое сапфировое стекло с антибликом. Водозащита 300 метров. Головка завинчивается. В часах можно заниматься дайвингом. На борту японская механика с автоподзаводом Seiko NH35A. Собственно, его характеристики озвучил в прошлых часах. По размерам заявлено 43 миллиметра диаметр. От ушка до ушка 51 миллиметр. Толщина 14 миллиметров. И часы достаточно тяжелые. На полном браслете 216 грамм. Я бы сказал, что они не ощущаются как часы с диаметром 43 миллиметра. То ли такой эффект за счет корпуса в форме подушки. То ли ушки сразу загибаются и часы мягко обволакивают кисть. Но на моей небольшой руке 18 сантиметров обхвате часы сидят точно не как часы 43 миллиметра. По крайней мере, я так ощущаю. Мне очень нравится браслет. Он и толстый, но при этом геометрия отличная. Нигде ничего не заедает, не цепляется. Верхняя часть сатинирована. Бока с зеркальной полировкой. Аналогично корпусу часов. Приятный шелест. Никаких люфтов, браслета нет. Мне очень нравится. Хотелось бы, правда, застежку типа хлопушка. Но есть, что есть. Это старого типа застежка с язычком. Внешняя часть штампованная. Внутри летая. Есть небольшая микрорегулировка по длине руки. И дайверское расширение. И на том спасибо. Ну и, конечно же, циферблат. Подбор цветов шикарен. Я уже упоминал, что сам перламутр выглядит просто бомбезно. Его прекрасно разбавляют золотые акценты на стрелках, метках часов и накладном логотипе Spinnaker. Накладные и метки часов, что дает ощущение отличного объема. Дата у отметки 3 часов снова же не отвлекает внимания. Также аккуратно расположили по краю циферблата минутную разметку в виде железной дороги. И давайте же, конечно, посмотрим на люм. Циферблат шикарен. Просто 5 с двумя плюсами. Тем более, что понравился мне, как человеку, который не любит перламутр. Цена на сегодня в моем интернет-магазине FieldTime 18 250 гривен. Учитывая, что старые версии стоили столько же. Учитывая, что это лимитка. Учитывая ее дизайн, качество и характеристики. Это шикарный вариант. В этом бюджете любые известные швейцарцы и японцы однозначно будут сильно проигрывать этой модели. И переходим к последней новинке Spinnaker из коллекции Fluss. И для меня эта модель является сегодня самой интересной, так как очень давно не было часов из этой коллекции на браслете. Самые популярные версии этой серии обычно на кожаных ремешках. Комплектация здесь самая богатая. Вот такая внешняя часть коробочки. И внутри такая большая коробка. Оранжевая верхняя часть. Здесь у нас гарантийная карточка. Подробная инструкция. И помимо часов вы найдете дополнительный ремешок из натуральной кожи. Инструмент для его замены. И дополнительные шпильки. Давайте начнем с основы. А это старый добрый Spinnaker Fluss. Который чем-то похожий на люксовый Blanpa 50 Fatoms. Только вот Spinnaker уже давно переработал этот дизайн под свой. Корпус в плане форм и геометрии абсолютно не изменился. Это повседневный ретро дайвер. А вот то, что реально меняет восприятие этих часов. Так это частично скелетонированный циферблат. Причем решение достаточно смелое. Делать скелетон на недорогой механизм. Но это спорно. Кстати, на официальном сайте не указан калибр. Но я практически уверен, что это тот же Seiko NH35A. Обратите внимание, что диск с датой также перед вами. Это прикольно смотрится при переключении самой даты. Фишка в том, что казалось бы в часах с механизмом, который невыгодно показывать как скелетон, сделали вполне прикольный дизайн. Но о цифербате мы еще позже поговорим и посмотрим на него. Корпус и браслет часов из нержавеющей стали 316L. Бока и верхняя часть ушек с сатинированием. Между этими поверхностями полоска зеркальной полировки. Также зеркальная полировка есть по бокам безеля и на заводной головке. Опять же, это дает визуально хороший объем часа. Качество отделки для этой цены отличное. Головка крупная, удобная и завинчивается в корпус. Водозащита часов 150 метров. Можно погружаться. И безель в этих часах мне очень понравился. Как мне кажется, над ним поработали. В предыдущих версиях он был чересчур тугим и проскальзывал между пальцев. А сейчас его сделали что-ли более мягким. Поэтому и вращать стало намного удобнее. Очень уверенный ход и щелчки. Люфтов я здесь не чувствую. Да и сам цвет безеля классный. Он от 0 до 15 минут белого цвета. А далее смоленистый черный. На задней крышке часов гравировка бренда. Красивым шрифтом коллекция Flux. И характеристики, которые я уже назвал, кроме сапфирового стекла с антибликовым покрытием. Диаметр корпуса 43 миллиметра. От ушка до ушка 51 миллиметр. Толщина 12,3 миллиметра. Вес на полном браслете 183 грамма. И вот они по размерам вроде идентичны предыдущим часам. Но на моей руке 18 сантиметров в обхвате. Ощущается больше. То ли дело в цвете, то ли в более прямых ушках. Но на деле именно так. Браслет хорошего качества. Достаточно толстые здесь звенья для такого размера. Неплохая геометрия. Основные звенья в виде штангочек. Внутри цилиндрическое звено с сложными гранями. Основное покрытие сатинирование. А акцентами зеркальная полировка. Что снова же дает хороший объем. Ну и застежка абсолютно аналогична предыдущей модели. Поэтому не будем тратить на нее время. Ремешок из натуральной кожи черного цвета. Смотрится приятно и сделан хорошо. Как бонус вообще отлично. Ну и конечно же смотрим циферблат. Основная пластина это как раз прозрачный скелетон. Где видно часть механизма и диск даты. Все это закрыто то ли стеклом, то ли пластиком. Так как видно, что логотип накладной. И он на чем-то закреплен. Можно сказать, что это своеобразная защита. По краю циферблата возвышается брутальная плашка. С не менее брутальной минутной и часовой разметкой. Это дало хорошую читаемость. Есть красные акценты, например, выделенная апертура датой и наконечник секундной стрелки. И посмотрим швейцарскую суперлюминова. Не знаю как вам, а мне циферблат понравился. Обычно скелетоны плохо читаются, а здесь прям хорошо. По цене на сегодня 16 170 гривен. Версии на кожаных ремнях не намного дешевле этой модели. А тут прям свежая новинка на браслете с дополнительным ремнем. Сама по себе классно смотрится и сделана. Отличные характеристики. Короче, все то, чем обычно радует хороший микробренд. Если нравится внешнее, берите смело. За свои деньги они вас однозначно порадуют. А купить каждую из моделей вы можете в моем интернет-магазине FieldTime. Я официальный дистрибьютор бренда Spinnaker в Украине. Ссылки оставлю в описании к этому ролику. И закреплю в первом комментарии. Как вам вообще часы? Какие понравились, какие нет? Надеюсь, было полезно. А на этом я заканчиваю. С вами, как всегда, был Станислав. До новых встреч. Пока.